Дневной разворот. Стас Крючков, Андрей Ижов. У нас в гостях сегодня экономист Михаил Хайзин и политтехнолог, режиссер Роман Газенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Не так давно был обнародован список титул, содержащий полтора десятка, ну там плюс-минус, фамилий российских бизнесменов, сейчас остающихся за рубежами нашей страны и, видимо, спасающихся от преследования в большей или меньшей степени законности и обоснованности. Как вы поняли, желающие вернуться в нашу дорогую страну. Так вот, собственно, давайте о причинах появления этого списка и о подоплеке, стоящей, кроющейся за всей этой историей. Действительно ли есть такая когорта людей, которым есть на что рассчитывать здесь и претензии, к которым, может быть, не вполне обоснованы со стороны права. Скажем так, даже является ли этот самый список некой гарантией безопасности для каждого конкретного фигуранта, потому что я помню, как вскоре после опубликования этого самого документа, о котором так много говорили, этого перечня коммерсантов, например, заочно арестовал суд в Нижнем Новгороде, по-моему, некого Евгения Рыжова, адвоката, бизнесмена, который в Штатах находится, а на родине его обвинили, кажется, в мошенничестве. Мое глубокое убеждение состоит в том, что у нас нет судебной системы, и это есть во многом результат 90-х годов, но на самом деле этот список, как мне кажется, это не список лиц, по которым принято какие-то решения. Это скорее предмет для разговоров. Вот почему. У нас была некая модель в 90-е годы, создана. Можно спорить, она хорошая, плохая, переходы к капитализму, приватизации, рейдерству и так далее. В 90-е годы рейдерства было куда больше, чем в 2000-е. Но тогда это просто даже не обсуждалось. В общем, было на очень высоком уровне. Истории типа братьев Живилов по масштабу последние лет, наверное, 8-10 не было. Так вот, а в чем весь фокус? Что люди, которые здесь занимались бизнесом, люди, которые уехали по тем или иным причинам, они жили в рамках этой модели. Разница стоит только в том, что в 2000-е годы к этой модели прибавились дополнительные люди, о которых мы условно называем силовиками. То есть в 90-е годы вместо силовиков были прихватизаторы, которые вместо того, чтобы отбирать предприятия силовым способом, они их силовым способом приватизировали, убирая старые администрации. Например, неважно, была некая модель. Для кого-то она была удобной, для кого-то менее, в чем-то она была сильно несправедливой, в чем-то чуть-чуть более справедливой. Ну, типа в таком американском стиле. Кто, собственно, сумел, тот и, значит, смел. А проблема в том, что эта модель заканчивается, да, экономический механизм, который обеспечил ее устойчивость внутренней, закончился. Внешняя система поддержки тоже начинает разрушаться, особенно после прихода Трампа. И в результате необходима смена модели. Причем все понимают, что она необходима. И тем людям, которые в Лондоне, и тем, которые в Москве, посмотрите, как себя странно ведет Дерипаска. Так сказать, плоть от плоти. Он очень много получил в 90-е в рамках этой модели. Собственно, вот братья Живила, да, тому пример. А, значит, он очень много получил. А сегодня мы видим, что с ним постоянно происходят какие-то истории, да, мы не будем упоминать про рыбку, поскольку все это... Уже упомянули. Уже упомянули. Вот, дальше, соответственно, он переносит штаб-квартиру в Красноярск. То есть, я считаю, что он решил на некоторое время как бы затаиться, да, в свете вот всех этих историй. И по этой причине этот список, это способ обсудить, в том числе с теми людьми, которых так или иначе обидел. Ребята, ну, давайте скажем прямо, да, все претензии, которые были к вам, они были в рамках старой модели. Давайте попробуем придумать новую модель, и, может быть, в рамках новой модели к вам претензий не будет, и тогда возвращайтесь. Аналогичная ситуация будет внутри страны. То есть, кому-то будет сказано, что, ребята, вот у нас тут новая модель, и поэтому вам тут не место, или, по крайней мере, нужно спрятаться, да, как вот. А другим будет сказано, наоборот, ребята, ну, давайте работать, да, вы как бы честные бизнесмены, мы вас будем поддерживать. Мне кажется, что модель тут вот такая. То есть, названные 15 или 17 фамилий, это лишь посыл такой, да, который может быть расширен. Я считаю, что это посыл, что это вовсе не значит, что все они, так сказать, смогут вернуться. Я думаю, что этот список может быть расширен. И понятно, почему его, как бы, предъявил именно Титов, которому сам Бог велел, исходя из его должности, быть посредником. История с этим бизнесменом Рыжовым, которого заочно арестовали вскоре после публикации списка, это ли не демонстрация власти? Не знаю, чего. Что это, да? Политтехнолог Роман Газин. Я думаю, что мы наблюдаем сейчас ситуацию, которую смело можно оценить как шизофрения, потому что существует два разнонаправленных вектора. Один вектор представлен понятной, назревшей необходимостью смены модели, о которой говорил Михаил. Эти ресурсы исчерпаны. И второй вектор — это собственники, которые пытаются работать конструктивно. Те, кто завладел собственностью в 90-е, это люди-носители несколько иной философии. Это не созидатели. Это люди, которые используют эту собственность исключительно в рамках формулы, противоречащей формуле Станиславского — видеть себя в театре или театр в себе. Пример сейчас очень показательный с предприятием, лидирующим предприятием, мощнейшим экспортером Тольятти Азот. История длится с нулевых годов. Это история попыток захвата предприятия, которое после приватизации стало развиваться, а не было угроблено и не стало способом наживы. И этот пример показывает, насколько назрела проблема за рамками этого списка менять не только подходы судебной системы, которая провалилась, реформа, мы знаем. Случай, который произошел в 2016 году, когда на этом предприятии обнаружили склад оружия ИГИЛ и выяснилось, что все это, выражаясь модным словом, фейк, показывает, какие пласты или, выражаясь по административному структуре, были задействованы для того, чтобы, простите, отжать собственность. Первое. Те же самые силовики, бандиты, законники, целая группировка, которая все это дело вносила. Судебная система, которая возбуждала судебные иски, и совершенно случайно это все провалилось. Показательно, что собственники, в данном случае Владимир и Сергей Махлая, которые скрываются от российского правосудия, закавычиваю, они продолжают управлять этим заводом дистанционно на протяжении ряда лет. В условиях видеоконференции и так далее. И завод продолжает инвестиционную деятельность и так далее. А тот, кто действует в другом векторе, грубо говоря, захватчик, господин Мазепин, он, кстати, в эфире «Эхо Москвы» в 2009 году, он заявил, что прибыль определяет все. Все ради прибыли. Прибыль – это лицо компании. Понимаете, в чем дело? Выражаясь, опять же, современным языком, это такая социально безответственная позиция. Когда очередное предприятие захватывается для того, чтобы его разорить с целью погашения предыдущих долгов, эта модель работает как принцип домино. Она продолжает разрушать промышленность. В этих условиях абсолютно согласен с Михаилом. Модель эта исчерпана. Но для того, чтобы список стал не только предвыборной декларацией, не только ответом на список Трампа или Минфина США, это должно подразумевать очень серьезную программу. Программу глубочайшей рекультивации. Правоохранительной системы, силовой системы, судебной системы. Для того, чтобы бизнесмены ответственные поверили. И более того, для того, чтобы они поняли, что у федеральной власти хватает ресурса на то, чтобы провести эту работу. Что будет что-то дальше, кроме известного заявления «хватит кошмарить бизнес» и понятно, чем это все закончилось. Нужно эту работу проводить. Но программы этой нет. Потому что нынешний кабинет министров фактически не понимает остроты задачи. А повестка следующая. Извините. Администрация Обамы, и это показатель тех самых мировых элит и процессов, которые происходят здесь, фактически ради сдувания бюджетного пузыря переложила эту ответственность на акционеров. Были последствия. Мировой кризис. Фондовый кризис. Сейчас они встали перед необходимостью переложить эту ответственность на простых налогоплательщиков. К сожалению, в нашей стране мало кто заметил, что эта граница давно перейдена. У нас ответственность за финансовые провалы и экономические правительства возложена на налогоплательщиков. Обратите внимание, сколько новых налогов они пытаются изобрести, вплоть до налога на сбор грибов. Я сейчас скажу. Михаил Хазин. Значит, это удар... Обратите внимание, президент на протяжении нескольких лет говорит, мы не должны повышать налоговую нагрузку на граждан, на бизнес. Ее, тем не менее, непрерывно повышают. Почему? У Минфина нет денег. Почему у Минфина нет денег? Потому что модель была экономическая, принятая в 90-е годы, она была ориентирована на иностранные инвестиции. Когда начался кризис в 2008 году, объем иностранных инвестиций стал падать. А как работала эта система? Значит, в 90-е годы происходило перераспределение государственной собственности в частные руки. Почему у таких людей, как Мазепин, он, между прочим, очень знаковая фигура. Он был заместителем Шувалова в российском фоне федерального имущества. И председателем совета директоров его компании был Волошин. То есть, про него четко понятно, из какой он команды в данном конкретном случае. Так вот, я могу ручаться, что все те люди, которые получали собственность в рамках, они должны были финансировать какие-то проекты этой элитной группы. Ну, грубо говоря, отдавать наверх какую-то часть тех активов и тех прибылей, которые они получают. Откуда долги-то берутся? Да, вот мы все время, я обращаю ваше внимание, что все все время объясняют, что там Ротенберги много воруют, Ковальчуки много воруют. Там та же самая ситуация. Если вы прочитаете про крупных олигархов американских, олигархи это бизнесмены, уровень капитала которых таков, что они влияют на политику. То они тоже отчисляют довольно большие деньги, только в США это называется благотворительностью. Но это механизм, да, ну, если угодно, можно считать, что как бы Ротенбергия или там Дерипаска, он тоже занимается такой странной благотворительностью, финансирует заведомо убыточные объекты типа вот Олимпиады Московской. Так вот, это на самом деле общая ситуация. Любая элитная группа, она пытается максимально увеличить собственность, которая под ее контролем. Но те, кто эту собственность получает, он должен часть прибыли отдавать на проекты этой группы. Не в карман, а на проекты этой группы. Ну, в преступности это называется общак, но в реальности общак это инструмент, это механизм. Так вот, весь фокус состоит в том, что у той группы, которая пришла, вот условно ее можно назвать либеральной, но очень условной, поскольку они, конечно, никакие не либералы. А вот у этой группы пополнение общака шло в основном либо по линии контроля над бюджетом, либо по линии получения доли от разного рода кредитов МВФ, кредитов Мирового банка. Вы знаете, была в 90-е годы замечательная история, как только Мировой банк выдает очередной кредит, на Рублевке новая волна строительства новых особняков. Так вот, сейчас эти механизмы работать перестали. И по этой причине я сильно подозреваю, что в ближайшее время эта группа попытается, пока у нее еще есть такие возможности, стимулировать как можно больше таких вот механизмов перехвата имущества. Используя ту часть кривоохранителей, которые они контролируют. А они контролируют, без всякого сомнения. И вот эта вот ситуация, почему интересен Тольятти Азот? Потому что это по масштабу операция, сравнимая с тем, которые были в 90-е годы. Вот я говорил, что 10-15 лет такого не было, и вот оно появилось снова. Это абсолютно объективное обстоятельство. Этим людям деваться некуда. Если они сегодня что-нибудь вот так вот не захватят, то у них будут очень серьезные проблемы. А в Лондон уже не уедешь. Потому что там говорят 50 тысяч фунтов и все. А дальше предъявляете документы. Ну, в данном случае история того же Мазепина абсолютно подтверждает правоту Михаила. Потому что он, извините, тоже уехал. И уехал он не куда-нибудь, а в Латвию. И начал свою деятельность с модели американского welfare. Он начал финансировать ряд партий, прежде всего нацистского свойства. Они благополучно увеличили за время сотрудничества с Мазепиным свое представительство в парламенте в два раза. Он купил там какой-то знаменитый футбольный клуб. И интересно, что для таких людей захват стратегического предприятия, типа Тольятти Азота, это способ покрытия предыдущих долгов. Потому что внешних источников заимствования больше не осталось. Там предприятия, которые захватывал Уралхим, в частности Кирово-Чепецкий, там была отравлена вятка полностью. Воскресенский завод химудобрений тоже. До этого момента благополучное экспортно-ориентированное предприятие просто встало. Там социальный коллапс. Народ стали увольнять. А это градообразующее предприятие. И сейчас, получив каким-то странным образом дополнительный кредит в том же самом Сбербанке, будучи закредитованным на 700 миллионов, получив еще около, могу ошибиться, около 3 миллиардов, тот же самый Мазепин уезжает в Латвию. И сейчас для него абсолютно прав Михаил. Способ покрыть предыдущие долги и продолжить свое существование, это захватить стратегическое предприятие. Почему, опять же, вот этот Тольятти Азот сейчас, это показатель, насколько Путину, Титову и, скажем, людям, которые обнаруживают понимание критичности этой ситуации, почему это предприятие Тольятти Азот сейчас является знаковым. На него сейчас я просто рекомендую обратить внимание, чем это все закончится. Смогут ли дать гарантии владельцам этого предприятия возвращения на родину? Там надо поменять все. Там надо развалить уголовное дело. Да, значительная часть тех людей, которые уехали в Лондон, они были жертвами абсолютно аналогичной ситуации. То есть были проплачены уголовные дела, были проплачены судебные решения. Ну, наиболее известный, наверное, Чичваркин, да. Который, кстати, заявил, что не готов возвращаться, даже если получит некие условные гарантии. Он назвал условия, при которых он готов вернуться, я разрешить не буду повторять в эфире. Ну, неважно, да. В чем вся проблема? Дело в том, что люди, которые там пострадали всерьез, они же, ну, понятно, что они не верят. Но вот я судился, будете смеяться, с администрацией президента Российской Федерации в Басманном суде. Я даже сумел заставить первое решение Басманного суда в пользу администрации президента Мосгорсуд отменить. Правда, второе решение Мосгорсуд отменять не стал. Но неважно. Но эта штука очень показательная. Что подавляющая часть тех людей, которые уехали, они, если внимательнейшим образом разбираться, то обнаружится, что они совершали преступления не столько, так сказать, общественно опасные, сколько связанные с внутренними разборками. Неважно, это разборки, они скорее внутриэлитные, да. И по этой причине рассуждение о том, что надо менять модель, типа, вот мы больше не будем по возможности, разумеется, это трудно, заниматься столь демонстративным нарушением законодательства, как там рейдерские захваты. Ну, скажем так, конечно же, нельзя это сразу запретить, но, по крайней мере, можно попытаться сказать, мы переходим к модели, в которой это больше не будет поощряться. И дальше вот с теми людьми, которые, собственно, стали жертвами, вполне можно попытаться договориться. Кстати, я думаю, что слова Чичваркины, что типа ни за что, никогда, это скорее, ну, как бы, механизм такого торга, да, вот, типа... Повышение ставок. Да, что предложите? Потому что, вообще, ну, я не знаю, если он успешен там, в Лондоне, вот, я просто не знаю, чем он там занимается. Ну, а готовы ему что-то предлагать? Ведь эта модель, которая утвердилась после 90-х, она вполне успешно себя функционирует. Нет, она не успешна функционирует. Экономически, у нас, простите, 5 лет непрерывного спада, экономического. И у нас, и эта модель не 2000-е. В 2000-е годы, еще раз говорю, отличие стояло только в одном. Прибавилось, элиты немножко изменились. Если раньше это была одна команда, хотя на самом деле, вот вы молодые, вы не помните, какая была драка между Чубайсом и Березовским. Существует устойчивая гипотеза, версия, что убийство Маневича, Маневич это был руководитель питерского КУГИ, комитета по управлению госимуществом, заместителем которого был Греф, откуда он, собственно, и выскочил. Летом 97-го года, в августе, это было дело рук Березовского. Гипотеза. Гипотеза, да, совершенно верно, да. Очень устойчивая, да. И Чубайс, собственно, несколько раз даже публично на это намекал. То есть он никогда в прямую не говорил, но намекал. Потому что была отчаянная драка. В этом смысле это от нынешней драки, условно говоря, условных силовиков и условных либералов, потому что в некоторых вопросах их различить достаточно сложно, оно ничем не отличается. Это одно и то же. Это внутриэлитные схватки разных элитных группировок в общем за собственность и за власть. И по этой причине единственное, что должно быть, это уровень. То есть мы говорим, вот они там наверху дерутся, но ниже этого уровня, грубо говоря, в бизнес, который стоит меньше, чем что-то, они не лезут. Все равно очень скептически относятся наши слушатели к тому, что вы говорите. Конечно скептически. Я сам скептически отношусь. Если за 18 лет Путин ничего не исправил, значит, это модель устраивает. Ну, собственно, то, о чем мы говорим. Это не совсем так. Вы поймите, Путин пришел на уже установленные правила. Он их не менял. В том-то все и дело. Что он как раз, он в этом смысле исполнял роль внутриэлитного арбитра. Но он не менял правила. То есть на данном этапе есть некая готовность к обнулению действовавшей тогда системы? Я думаю, что да. Потому что она больше не дает возможности экономического роста и ставит под угрозу всю систему в целом. Я бы даже немножко заострил вопрос. Сейчас уже очевидно, что речь идет не только о пробуксовке нынешней системы. Страна стоит перед выбором, экономика. Либо тотальная национализация со всеми возможными последствиями. Либо возвращение тех самых эффективных собственников и создание для них благоприятных условий. Пора выполнять обещания перестать кошмарить бизнес. И это уже всем очевидно. Вот последняя история с Галецким и с Магнитом. Это не пример национализации в ВИАЛ текущей буквально 10 секунд у нас? Пожалуй, да. Ясно. Список Титова и тех бизнесменов, которые в него входят и, возможно, достойны вернуться в Россию. Мы обсуждали с экономистом Михаилом Хазиным, а также политтехнологом Романом Газенко. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!